Продолжение следует... Время войны Петрозаводск пережил финскую оккупацию. Фашисты до нас не дошли, именно немцы. Но поскольку Финляндия вступила в союз в этой войне с фашистской Германией, то именно Финляндия и оккупировала советскую Карелию. Во время оккупации многие деревянные здания Петрозаводска были разрушены, сожжены, а также во время бомбардировок немецкой авиации. Поэтому практически весь наш город с нуля был отстроен в послевоенное время. Поэтому в центре мы не увидим большинство старинных зданий, которые не дожили до нашего времени. Сейчас посмотрите, пожалуйста, направо, в створе домов, мы с вами увидим... ...были созваны сюда к нам в Карелис. В общем и целом Петрозаводск с богатой историей, основанный в 1703 году, в тот же самый год, что и Санкт-Петербург. Однако только Петрозаводск носит имя Петра Первого. Единственный город в нашей стране, который назван в честь Петра Великого. Так, спускаемся к воде. Памятник Ленина. А это памятник не Ленину, оказалось, дошли мы. Это вот таку усиня. Наверное, для города много сделал. В Петрозаводске в Карелии жили и финны, и карелы. Продолжение следует...